Привет, ребят, с вами Спектр. Сегодня мы с вами продолжаем проходить GTA 5 на ПК, остановились мы с вами на Треворе опять. И в первую очередь хотелось бы отметить то, что рубрику Спектр Каст, то есть подкасты, которые я планирую делать на этом канале, пока не предвидится, хотя, возможно, в скором времени она будет. Я, собственно, о чём хотел сейчас переговорить с вами, ребят, на канале уже тонна подписчиков. Я просто в шоке, что за два дня я преодолел то, к чему я стремлюсь почти третий год. Ребят, спасибо большое, я знаю, что вам нравится GTA, ну и вы меня поймите, сегодня у меня был очень тяжёлый день, я вот только пришёл, взял хавчик в магазине, потому что ничего, не хотелось ещё готовить для себя, вот, поэтому... Даже не грел, вот сейчас просто сижу, голодный, снимаю для вас GTA 5. И, ребят, насчёт онлайна, не знаю, будет ли он сегодня, потому что, действительно, сейчас пока у меня всё сложно, то есть... Посмотрю, как получится, но две серии сюжета я вам точно сегодня обеспечу. Ой, это лень, походу, был... Так вот, насчёт того, что будет завтра, сразу переговорим, ёпта, блядь. Так вот, насчёт того, что завтра будет, переговорим. Завтра я приду домой к полвторому, по московскому времени, и, соответственно, опять же, полдня посвящу GTA и вам. Ну, действительно, ребят, тысячи подписчиков на канале, спасибо вам большое. Был у меня там один школьник-недруг, с которым я враждовал где-то год назад, когда-то написал. У меня было 400 подписчиков, у него 900. Сейчас я хочу ему просто насрать на лицо, извините за такое выражение, но, действительно, потому что... Так вот я немного перевожу тему, что был один выёбщик. Но я сейчас не буду говорить, кто это, потому что лишний пиар ему тоже не нужен. Ну и поэтому, ребят, завтра или в выходные ожидайте рубрику «Спектр Каз», где мы поговорим с вами ещё о GTA-шке, ну и о грядущем, и о том, что творится на данный момент. Ну, в общем, это я хотел сказать в начале серии. Сейчас я доеду до любой отметки и продолжим. Ну, вот, собственно, я почти доехал. Кстати, довольно долго я добирался до всего этого места, потому что... Несколько раз падал, машина переворачивалась, всё такое. Ну, блин, реально, далеко заспаунили от места, где должна быть миссия. Ну и, в общем-то, сейчас мы доедем до миссии. Я решил выбрать знак вопроса, то есть чужаки и... Точнее, дураки и какие-то незнакомцы. Я забыл, как это всё дело называется. Ну да ладно. Ну что, ребят, road to 2K подписчиков. Попробуем достичь. Ну, в ближайшее время, конечно. Вот. Так, ну что, миссия у нас вот здесь вот. Блин, Тревор сейчас разрулит. На, сука. Ребят, сорян, я поем немного, потому что реально, сука, пришёл. Боня, убейте 25 деревенчин. Я так понял, у нас тут бесконечная способность? По поводу ярости. Сейчас я вам покажу, суки. Как про Майт Тревора плохое говорить. Ух, ни хрена, слышите? Они, это, ничего, так заходят к нам. Я не видел, что я там сказал, Тревор, извини. Так. Ещё один. Ну, выходи, сука. Сейчас дядя Тревор с тобой переговорит. Сучи, ты потрох. И ты иди сюда. Ты знаешь, что это я, пидар, да? Сейчас он Тревор покажет, блядь. Сучоныши. Сучоныши. На, на, на. Обалдеть просто. Блин, за минуту вынес 12. Ну, почти половину. Так. Ещё один. Блин. Слушайте, их тут ничего так по количеству-то. Всё, сейчас у них, короче, потрачено будет всё. Так. Ещё. Взорвём эту хрень. К чертям собачьим. Последний. Вот и всё. Осталось, видимо, только выжить. Чё там есть кто? Ну, вот так. Всё. 32 убийства я сделал. Бойня пройдена. Так. Убить 45 человек, уничтожить 2 транспортных средств. Ладно. Это всё потом будет. Так. Да. Пожалуйста, храните меня. Так. Окей. Давайте на карте выберем следующую отметку. Это будет у нас дом. Так. Секундочку. Так. Это у нас будет... Я выбрал транспортное средство Тревора, я так понял. Ну, ничего страшного. Так. А с деревенщиной мы ничего не сможем конфисковать? Ну, видимо, нет. Слушайте, а ничего так бойня мы устроили, да? Теперь вы видите, кто такой Тревор Филлипс, по крайней мере. Кстати, ребят, я не успел прочитать комментарии к 10 части, потому что они там были оставлены, я видел. Я буквально парочку пробежал по поводу... Кстати, ребят, не пишите мне комментарии по поводу, когда будет следующая часть и всё такое. Ребят, я всё же учусь. Поэтому, когда я прихожу, вот тогда уже будет. Я же точно всё равно не могу говорить. Но я говорю, в принципе, в некоторых сериях, что достальники-то учусь там завтра, послезавтра. И, соответственно, в это же время вам стоит ожидать следующую серию. Так, ладно. Окей. Поехали в дом Тревора. Посмотрим, что там у нас за задание будет. Я даже примерно не могу себе представить, что это за задание такое у нас. Ну, сейчас мы узнаем. Так. Так, ну вот, собственно, и мы. Я там вижу, кому-то помощь нужна, но мы беспощадный Тревор, поэтому никому помогать вообще не будем. А ещё мы вылетим, как царь просто. На нахуй! Ну, блин, зато как царь вылетел, и чё тут ничего не скажешь уже. О, боже мой. Я не хотел. Ребят, я перемотаю этот момент. Так, дубль два. На этот раз я прибыл, как нормальный человек, а не как Тревор. Так, Рон. Мы были здесь для тебя. Здесь для тебя. Кто здесь? Эти байкеры. После того, как ты убил Джонни Кэй. И они уничтожили мою вещь, да? Они уничтожили мою дом, уничтожили мою душу. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это статуя здесь, уничтожительной бомбы. Вот это заставило больше для меня, чем Джонни Кэй уничтожили, и они уничтожили. Эти патротические, медвестные, кризисы, сходо-маленькой, сходо-маленькой, снижая, сливой ляшик, фрунтальные, заново-фруди, чтобы сгибい, заново-фруди. Они заново-фруди, Тревор. Они заново-фруди. Они заново-фруди, заново-фруди. Пconomic, ты заново-фруди, ты маленький дожитель. Во, во, во. Эй, Микál fucking Тownли, right? Благородная женщина, два ребенка, 45 лет, найдем. Росантос, это большой, большой place, Trevor. Есть много людей. Ты не вовремя. Зачем узнать, кто сделал эту уборку, хорошо? И если Михаил Тонли живет там, или кто-то похож на его дескриптуру, я буду убивать тебя и твою мать-то. Я сейчас очевидно? Да, Trevor. Спасибо. Смотри. А теперь смотри. Да. Ага. Это лучше. Редактор субтитров. Блин, Trevor вообще красавчик. Поехали, Рон. Я не верю, что они уничтожили мою статую импинентной рейджи. Чико! А? Уничтожил Чико! Сейчас мы отомстим за нашу статую бессильной злобы. Так, ну поехали. Так, нам надо в Амунэйшн. Сейчас мы что-нибудь прикупим. Типа РПГ или... Не знаю, снайперской винтовки, может быть. Хм-хм-хм. РПГ хочу. А, снайперская винтовка. Снайперская винтовка с прицелом. Каким-то увеличенным, не знаю. Так. Бесплатная снайперка. Патроны давайте купим. Так. И нам нужно улучшенный прицел. Так, давайте еще раз веточку ебнем. Золотая, платиновая. По мне больше золотая подойдет. Так, ну и все. Поехали. А, глушитель. Так. Глушитель. Вы полностью модифицировали оружие. Так. На квадроцикл. Поехали. Так. Ну, броню, наверное, не будем покупать. Я думаю, что... Раз взяли снайперскую винтовку, значит, будем стелсить. Потихонечку. Так, направляемся к Рону. Ой. Так, у водонапорной башни, значит, поехали туда. Походу, всю работу будет делать за нас Рон, а мы тупо будем его прикрывать. Два самолета с оружием. Вау. Надеюсь, нам дадут поуправлять. Ну, в общем, ребят, я думаю, мы договорились, да, с вами, по поводу того, что... Не писать меня слишком часто, когда выйдет новая серия. И сегодня выйдет еще двенадцатая часть, ребят. Все-таки онлайна сегодня опять не будет. Извините, но придется подождать. Вот завтра я вам уже его чисто обещаю. То есть сегодня будет только два видеоролика. А, еще выше надо. Так что, ребят, извините, кто ждет онлайна, ребят, завтра. Ну, пересмотрите пока третью часть, например. Я там неплохо с колхозниками повоевал. Я у них там фургон спиздил. Правда, вздох потом же самый первый, но... Реально, посмотрите. Ну, или вторую часть посмотреть. Так. Давай, Рональд. Рон Гондон и Гарри Повар всегда здесь плохо. Так. Окей. Мне главное не косить. Где Рон? А, вон он. Бежу-вежу. Я бы выстрелил на самом деле. Так, шевелись, давай. Я больше не могу приблизить прицел. Давай, Рон, стелси. У нас там нет никого на горизонте. А, вон есть один. Но я пока за Роном. Что, мне убрать его? Окей. Так. Окей. Сразу перезаряжусь, а то иногда последнего патрона может не хватить. А где еще? А где еще? Блин. Вот это вот. Или... Блин. Фак. Стойте, подождите. Я немножко запутался. Где еще прожектор-то был? Блин. Не, стоп. Я все понял, но... Там я видел две лампы висело. Это они, что ли, были, или... Извините, что туплю. Я сейчас вырежу этот момент. Короче, вот тут вот раз и два. Оказывается, были прожекторы. Так, окей. У нас, кстати, нет патронов. Да, давайте выясним, что он задумал. Ах. Окей, готов. Стоп. Который? Ага. Готов. Еще один. Всех вижу. Еще один. Ну, вроде все. Вижу, вижу. И как я его должен... Где он? А, во. Все-все, убил. Убил, убил. Неплохо, так постелсили. Ну, давай, ставь взрывчатку свою. О, черт. Да, кто-то идет. О, черт. Он идет к мне? Он меня видит. Он меня видит, Тревор. Убил. Убил. Вы слышите? Чоппер! Возвращение! Я всегда любил этого Чоппер. Просто ехать. Вы байкеры. Это работа для нас, Ти. Мы не будем им купить гонки, когда они имеют токсичную сверху. Если я ударю Чоппер, все будет знать, что мы здесь. Попробуй ударить пилота, когда он осадил. Убил. Кстати, довольно странно. Я его, походу, прострелил. Ух, нихрена. Так, помогите Рону зачистить взлетную полосу. Поехали. Так, капслок. Где враги-то? А, вот. Эм. Ладно, окей. Умри, блин. Умри. Так. Ты умрешь. Блин, я постараюсь хедшот выцелить, но... Хреново из меня стрелок в гэтажке. Так, аккуратненько сейчас. Я попробую сосредоточиться как-нибудь. И последний, вроде бы. Все. Так, завел. Двери для самолета. Окей. Стреляет с крыла самолета. Так, я могу подрубать способность Тревора. Слушайте, охренеть. Тревор хочет действительно вот так вот провести всю поездку. Если Рон взлетит, Тревор уже конец. Он должен будет удержаться просто. Ух-йо. Нихрена себе там. Давай, Рон. Не тупи. Так, у нас там еще колхозники прибыли. Нихрена... Блин, Рон, давай, взлетай. Так, у нас там сзади один. Все, давай, Рон. А, мы, походу, сейчас сядем в этот самолет. Да, походу, мы сейчас... Да, мы садимся. Блин. Так, сейчас мы... Ага. Конечно, места хватит. Так, В, чтобы набрать скорость. Нажмите 5, чтобы взлететь. Окей. Я знаю. Так, секунду. Ну, ты можешь его отзади. Дай мне что-то. Ну, если уставший весь зафейлился просто. Так, следуйте за самолетом. Так, мне бы его стряхнуть как-нибудь. Все, полетел. Блин, для этой миссии теперь у меня время недоступно, потому что я переспустил игру. О, под мостом. А, здесь же надо еще под 50 мостами пролететь, кстати. Ну, я их потом все найду, наверное. Тревор управляет самолетом лучше, чем Майкл и Франклин. Франклин лучше ездит, а вот у Майкла, ну, хотя бы замедление времени есть. Так, это уже третий мост. Я попробую найти как-нибудь все эти 50 мостов. Не знаю, на записи или нет, но если вы, конечно, захотите, то, в принципе, на запись могу вам показать. Так, что там нашли? Так, сбрасывай груз. Тихий океан. Полеты на двойной базе запрещены, не входите в ее воздушное пространство. Форт Занкудо. Так, понял. Это, кстати, место, куда мы, скорее всего, отправимся в GTA Online через серию, наверное, или через две. Летите на минимальной высоте. Ну, сейчас я, наверное, не буду. Так, сбрасываем груз. Все, доставлено. Обгоните Рона по пути к взлетной полосе. Но перед этим я хочу над этим мостом пролететь, хотя бы. Давай-давай. Офигенно. Ё-моё, это Форт Занкуда. Черт. Аккуратненько надо. Аккуратненько. Да, может, я тебя убью. Оу, щит. Блин, опять выебнулся, короче. Ну, блин, я хочу пролететь над большим количеством мостов, хотя бы. Ну, ладно, я вырежу тогда этот момент тоже. Ладно, в этот момент я уже... Не буду пока. Я не могу понять, но я не могу больше выбрать, если это быстрый или быстрый. Тогда ты лучше, или вырежуете через борт. А если борт меня поднимать? Да, может, да. Не знаю, я бы не убил тебя. Я просто пойду нормы, и я буду вернуться к тебе быстрее. Ты вырежуешься, чем я думал. Ты будешь ловить, босс. Так, а вы грузы идут в Мексику? Мексику. Да. Главный парень на боте – Оскар Гузман. Он входит с картелами. Если есть рынок, то это может быть способом увеличить бизнес. Как я не думал об этом. Мы могли бы купить в Оскаре, но оставь это мне, Род. Я извиняюсь, что это спросить, но ваша контакт платит хорошо для этого типа? Потому что я у меня эти лошадьбы для девушек, и мои посетительные деньги... О, он платит. Больше, чем в этом стране. Это хорошо слышать, чувак. Ну блин, прикольные диалоги на самом деле. Вот, кстати, когда я лечу, я успеваю читать, о чем они говорят. Что тут не надо сосредотачивать, тупо лети и все. Вообще, ни о чем просто не думай. Эх, текстурки бы, конечно, повыше поставить. Да боюсь, просядет все нахер. Нажмите R, чтобы сфокусироваться на взлетной полосе. Понял, сбросите скорость, пытаясь мягко приземлиться на взлетную полосу. Так, еще раз, где эта полоса у нас? Так, вижу. Нажмите G, чтобы выпустить шасси. Так, окей. Окей, G. Так, ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Давайте чуть-чуть. Пилотирование 100 из 100. За Тревора. Так, и загнать еще этого малыша авангарда. Окей. Вроде бы. Готово. Это было просто. Мне кажется, на геймпаде было бы сложнее, потому что я бы там точно не справился. Так. 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 Теперь я могу приобретать имущество в Сан-Андресе. Имущество, которое можно купить, отмечено значком доллара. После покупки он изменит свой цвет. Угу. То есть, в зависимости от того, за кого мы купим. Например, гаражи, которых можно хранить. Ага. Все, понял. Но когда мне станут доступны... Так. Коммерческая недвижимость будет приносить вам уже недельный доход. Необходимо выполнять задания, связанные с менеджментом вашей новой собственности. Окей. Я этим займусь, когда можно будет поиграть за всех персонажей сразу. А некоторые можно купить, играя только за определенных персонажей. Ну, окей. Купив этот ангар, вы сможете перевозить контрабанду для Оскара. Так. Так. Актер, нервный рон. Так. Выстрел в голову, перезапуск, нервный тик. Шесть мостов, один самолет. Ну, я там тоже перезапускал икор, латая смерть. Так. И... Давайте прямо сейчас попробуем купить. 150 тысяч. Все, я купил. Используя им спокойно, брок. Ты знаешь. Я имею в виду, потребность везде невозможно трюдельно. Крюди. Ну, ты знаешь, тюрьмы не продаются оружием к криминалам. Так что, кто-то взял это. О, да. Они нужны оружие, брок. Так много оружия. Но, счастливо для нас, едино? Они легко удалили тут. Да, ну, это наш дам для свободы. Ты американец? Да, я даже не знал. В общем. Что ж, это будет идеально для нас. Но выполнение тяжело, брок. Чтобы контролировать рынок там, мы должны контролировать потребление здесь. У нас есть несколько местных контрактов, чтобы помогать нам в стране. Так что этот корабль будет вложен с их переводчиками. Вы делаете несколько дробов, вы приходите сюда. Вы знаете, они говорят, что американская индустрия страдает, но вы и я, хе-хе-хе, у нас есть хорошая экспортная сторона. А, окей. Я буду на радио, это круто. Так, окей. Ну, это все я буду делать в последнюю очередь, пока у нас... Так. Вы купили полевой ангар Маккензи. Здесь осуществляется сбор и перевозка оружия в Сан-Адрес и из... бла-бла-бла. Вы получаете 5000 за каждую наземную операцию, 7000 за каждую воздушную. И премию за хорошую работу. Чтобы доставить контрабанду, сядьте в самолеты или в баги. Понял все. И у нас осталось 15000. Ну что, увидимся в следующей серии, которую я буду записывать через несколько секунд.